Так, ещё раз всем большой привет. Если вы смотрите в записи, мы смотрим финал онлайн-ого турнира. Ят ЕСЭЛИ комментирует сегодня именинник, человек, которому исполнилось 22 года, Револьвер. Здравствуй, Рева. Здравствуй, Михаил. Так, ну... Как я машнил, ты бы знал, как я машнил. Это нужно внести в историю. Можно написать книгу о том, как... Ну, всё равно меня расстраивает, что для того, чтобы посмотреть финал, нужно вот столько времени тратить. Нужно быть опутатными, да? Ты расстроен. Нужно время тратить на это. Потому что, как правило, одновременно со стримом это не очень хорошо делать. Потому что, ну, ты замолкаешь, там... Неопределённость, опять же. Паллы, да, пытаясь их унизить. Эх, майкер, майкер. Ну, ладно. Что уж. Скажи мне, ты уже отмечал свой день рождения? Я уже отметил, я уже отошёл от него. То есть ты уже протрезвел? Нет. Что? Ой-ой-ой, опасно. А-а-а. Хорошо, как ты отметил свой день рождения? Только без... То есть с цензурой? С цензурой? Да. Никак. То есть тебе... Если с цензурой, тебе нечего сказать, да? Ничего. Ну, ты... Что тебе подарили? Или там тоже какие-нибудь странные... Да, подарили... Так. Что тебе подарили? Ну, расскажи, расскажи. Мне подарили... Большой... Большой... Я не буду тебе говорить, что мне подарили. Ну, почему же? Почему же? Так любопытно. Всем нам любопытно, что же дарят револьверы на день рождения. Я думаю, это будет пищей для размышления наших зрителей. Пусть они попытаются угадать, что мне подарили. Пища — это когда ты как-то что-то даёшь для размышления. То есть... А так ты как бы оставил... Не подумали, что мне подарили. То есть, чтобы они угадали. То есть, чтобы они не сидели, не тупили, слушая там, как Мишки же пытаются разобраться в непонятных расах. А... Попытались всё-таки угадать. И, возможно, выиграть 100 ггшек. Стоп-стоп-стоп. Давайте я сейчас соберу всю информацию, которая есть, исходя из подарка. Револьверу сегодня подарили что-то большое, чего у него не было. Ну, большое — это понятие относительное. То есть, большое может быть и по размеру, и по стоимости. Угу. Для меня это большое. Угу. Вообще, по размеру... Нет, по размеру оно не такое большое. Ну, давай ещё наводки, наводки, чтобы... Наводки? Да. Полтинник? Стоп-ку. На пять, ночью. Минус инженерка у нас тут. И смотри, что делает Джоу. Смотри, что он делает. Позже, позже, кто бы мог подумать. Два фейковых га... У меня язык заплетает. Извините. Так, два фейковых газа. Вообще, это не фейковые газы. Угу. Все ровно. Машину подарили Реву. Реве подарили счастье. Мягкую игрушку тролля. Большой, чёрный, нецензурный. Довольно дорогой с моторчиком, наверное. Нет. Большой... Адронный коллайдер. Большого пляшевого тролля. Да нет, в семье вряд ли знают про заслуги револьвера в сети. В городе, в Санкт-Петербурге, я являюсь... Примерным гражданином. Да, я являюсь примерным гражданином. Вот по ночам, там, и по вечерам я надеваю маску. Беру в руке микрофона и становлюсь великим героем. Револьвером. И выхожу на просторы ВВВ, чтобы творить добро. Ну как? Ну, давай я сейчас ещё почитаю комментарии, для того, чтобы... Я же не потерял ещё хватку. Хоть я уже такой старый. Монитор. Монитор? Диплом. Диплом? Телефон. Нет. Ноутбук. Нет. Ну, скажи, больше-меньше по стоимости, по размеру? По стоимости, как средний ноутбук. Средний. Так, значит, 30-ка, 25 где-то, 25. Нифига себе, эти подарочки нормальные дарят. Любят, значит? А что ты хорошего сделал, кроме стримов на Goodgame? Я просто... Так, 25-30. Ну, учитывая то, что у нас здесь пассивка идёт. Посмотрите, там, три барака, тут, сюд и ставят третью базу зерк на Хайлде. У нас ещё есть пара минут, что по ночам револьвер превращается в тролли. Да. Откос от армии? Да нет, он дороже стоит в Питере. Я лейтенант. Какой у меня откос от армии? А, да же, ты же отслужил, точно. Нет. Айпод. Айпод? Айфон. Нет. Что-нибудь яблочное? Айпад. Нет. Ай... Дам большую наводку, маленькую. Это... Это вещь сделана из бумаги. Но это и не туалетная бумага. А, то есть, из бумаги? Бумагная вещь, да. Лол. Какой-нибудь модель самолёта вроде управляемую. Но это мега крутая какая-то. Нет, нет, нет. Так, из бумаги, друзья. Может, это деньги? Там больший чемодан, денег. Из бумаги. Нет. Резиновую женщину. Нет, нет, нет. Бумаги на 30 как? Годовой запас дерева. Большой бумажный горшок. 10 тонн бумаги. Давайте, накидываем. Айпонт. Нет, он не из картона. Так, что же из бумаги-то? Но не из дешёвой. Не из дешёвой бумаги. И бумага сама все, может, и дешёвая. Сам материал. Может, он дешёвый. О, блин. Ёпс, тудэй. Вот так вот, мейкер. Нифига себе. Картина. Нет. Фауст и Гёте в оригинале. Он не 30к. Пачка листов 24, конверт с 24к. Нет. Конверт. Прикольная версия, кстати. Давай по игре. Начнём гадать со следующей. А чё я предлагаю, если я гадаю? Па-ли... Па-ли... Гелеоны с адским пламенем заезжают на Хаэлт. Пять гелеонов. Они тут сожгут не только рабов, но и плётки без особых проблем. Вылетает Квина. Её тоже можно сжечь таким количеством рабов. Ой, гелеонов. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Кстати, выключи от себя стереомикса, чтобы не было звуков таких громких. Ага. Ай-яй-яй. Жгут. Жгут сжигают рача. Брат, ещё одного там не успевает рача выйти, как сжигается. Ага. Спокойной ночи. Спокойной ночи, да. Отлично. Иди, спи. Так. Поехали гелеоны дальше. Здесь есть троуч, они не успевают. А чё вы не проехали дальше, пацаны? Так. Тут много гелеонов уже. Реально много, 8 штук. И все голубые. Что делать? Большая советская энциклопедия. Нет. Ну, это вообще немного опрометчиво дарить человеку, который владеет за 16 тысяч интернет. Ну, да. Нет, есть, конечно, сборники там по 20-30 томов, если это беста. Штаровов и Димаги. Не дофига. 15 на натуральчике. Кстати, играет Димага, да. 17. Против Джоу. Ой, и тут как псы отступают от гелеона, приезжают тараканы, которые смогут теперь уже... Ой, как заезжают гелеоны, неплохо жгут. Да, тараканы здесь нормально отобьются, тут все два мародера, там еще гелеоны подкатываются. Да, гелеоны сожгли все. Вот хорошо, что Димаги бонус дают то, что с Джоу два газа на натурале качает один рабочий. Вот это хороший бонус, что с Джоу не будет... Вообще у него втык уже по газу идет. Да, жесткий втык. Это очень сильно подвезло Димаге, потому что у него сейчас большая экономическая попа, и... Прихла бы шесть-семь танков с геленым и без видоса. Вот. А так повезло. Вот реально просто повезло, что застыкал с Джоу. Вот. О, сразу пять рабов перевел на нижнюю газилку. Все еще один раб на верхней. Три барака. Вот уже четыре танка. Да. Вот если был бы Гассу с этих фактов, уже было бы там танков. Ну, еще больше. Но танков все равно уже будет много, там, шесть штук. Сиджмода, кстати, нет. Это проблема. Аблигарции подарили тебе? Акции, может, какие-нибудь? Акции? Да, Газпрома. Нет, 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 не акции. Блин. Водительские права? Нет. Интересная вообще версия. Билет на отдых подарили. Билет на отдых? Ну, это... Дам наводку еще одно. Это связано с отдыхом. Абонемент. Блин, на пять лет в спортзал. Вот! Михаил, поздравляю вас. Да? Да. Именно на пять лет? Нет, на один год. А что так дорого-то? Потому что хороший спортзал. Ничего себе. За 20к спортзал на год? С бассейном, да. Там бассейн, сауна, там все. Девочки. Да? Круто. Да, да, да. Сейчас, кажется, от этого пуша сложно будет отбиться. Хотя нет, Мута налетает и Мута покарает. Ой, Мута спасает. Ой, Мута спасает. И говорят, Мута... Мута спасает день. Мута атакует. О, мой Бог. Это просто анбеливы. Такое количество... Мута кипит. Бункер это не пробьет. Пробьет, не пробьет. Проблема, бункер это проблема, да. Но Мута так и давать, конечно, я бы... Ты бы не стал, конечно. Да. Ты не советуешь чемпиону Европы... А, какому чемпиону Европы? Это ж не Джоу. Лучшему зергу Европы отдавай так Муту. Ну ладно, да. Лучше зерка, я бы тут даже спорить с Мута. Нет. Ибо нет конкурентов. Ибо да. Опа, тут был одновременно дроп от Джоу. Он, не знаю, как он... Успел, не успел. Но рабочих, главное, нет на золотой нычке. А здесь уже планетарка на третьей. Кажется, у демаги... Три базы против двоих, и здесь... На скрепстейшн, на уберзерг мапе, так... Так... Блохое начало. Ну да, когда ЦЦ ставится раньше, чем Хату, то это плохо. Напоминает мне это недавний код демаги против кассы, когда... Ну, я вообще не смотрел его, то есть я слышал так по отзывам, что демага проиграл первые там 2-3 карты зерговских. Думаю, с ними был и скрепстейшн. И выиграл кассы на ЛТ, там, на... Ну, на тиранских темах. Типа у Стэмпла, джунглбассина вроде, да. Что-то такое там было. В общем, демага... Мне кажется, человек настроения, что если его... Ну, я даже не знаю, как рассказать. Если у него есть желание, там, тащить, то он затащит. Если ему пофиг, то он будет, там, отдаваться. На пофиг. Короче, сейчас, скорее всего, просто выбьют хайлд у зерга. Вот и все. И на этом игра закончится. На самом деле, скрепстейшн не такая крутая карта для зергов, как может показаться на первый взгляд. Так. Тактики с Джоу, с разводами через гелёнов, с адским пламенем, это идеальная карта. То есть лучше, чем скреп, карт нет. Потому что здесь широчайший проход между мейном натуралом, где могут спокойно кататься гелёны. Если зерг еще на Т1 не потратится очень жестким минералом, не сделает стенку из какого-нибудь рочь Варина, Эволюшина и пары санок, то он будет всю игру терпеть от гелёнов. То есть у него будет такая тема, что ему, плюс, постоянно держать рычей. Часть рычей на мейне, чтобы гелёны не заезжали. И часть держать на третьей базе. Сейчас димага ворвется и разделяет войска с Джоу, с темпачица убивает, соответственно, угол. Ну, основная армия. В базе, там, танчиков. Стоялся сичмот, и, да, димага наваливается еще. Разложенные танки, бейлинги докатываются. Бейлинги неплохо закатываются, кстати. Да, неплохо. Реально неплохо, но три муталиска подлетают, добивают танк. Так можно сейчас на мейн ворваться. Стоять с ним уже на сто. Нет. Нужно возвращать. Но в Рабах, в Рабах, 31 лимит, у с Джоу 73 Рабала. О, боже. А, вот так вот. Менялись ролями. Здесь 40 Рабала, у Тирана 70. Ой-ой-ой. Ой, столько браков с Джоу, то есть, если он даже... Почему он не отправил сейчас димага вниз, несколько роучей на рабочих? Да, это вопрос. Сейчас, по идее, мейн кончается уже с Джоу. Димага это понимает, 20-ая минута. Сейчас вырубить хотя бы натурал, и будет уже 1-1 игра. Так, роучи отдаются. Наверху димага отдался тоже. С рвами, просто с мастрами запили сейчас. Беда. Печаль. Да, сейчас новая подкрепа. Стимпак. Димага отступает. Димаге, кстати, огромное количество ресурсов. И 60 лимита. А тут 130. И огромное количество ресурсов. Такое количество рабов. Мигрирует вниз. И эта четвертая база утерана. Интересно, есть ли у них паспорта? Сюда бы парочку представителей власти. Я думаю, они бы здесь неплохо подняли. Тем более у некоторых людей в руках откровенным образом наличка. Да. Сразу полностью раскачанный экспант получается. Еще мулы тут два. Да, димаги здесь уже не вырулить, к сожалению. Пытается он поставить. Тут планетарка, два бункера. Блин, ну как ломиться-то на это? Вообще не представляю. То есть нужно, конечно, атаковать нижнюю базу. Но ты не знаешь даже о ней. Ой, как взрывается плохо. Да, ты видел, как бейлинги потерпели, да. Там планетарка разок стрельнула. И от сплэша человек, наверное, в 6-8 бейлингов взорвалось. Главное, чтобы димага не вырубил свой столь известный корейцам и американцам димага-мод, в кавычках. По которому он играет через 6-7 пол и каждую игру. Ты в центр будешь Олимпик ходить, да? Нет. Как нет? В центре зерки. 20к за год. Это гуд. Я живу недалеко от Питера. У нас залы по 5-10к за месяц. Ничего себе. Димага опять покатил сливаться. Да, так. Довольно. Но вообще у нас месяц стоит 3 с чем-то. Но это как бы месяц. Здесь скидки нет. Но так, что берет сразу масс занятий. Да, в озерках фитнес-хаус. Договор шоу все-таки в силе. Деньги они поделят. Не зря димага так слился. Предполагает. Экситиум. Короче, легенда. Ты, наверное, слушал, да, стрим? Что ты можешь сказать по этому поводу? Я думаю, с Джоу после первого места на ИМ. Из каких-то 200 бачей там машнить. Даже 100 бачей. Зачем ему? Тем более, что Димага не такой опасный противник в ЗВТ. Я понимаю, если бы он был какой-нибудь монстр с ультра-точными таймингами. А в последнее время Димага-то, не знаю, не особо опасен. В ЗВТ можно его и так попробовать убить. Ну так, попробовать. Рискнуть здоровьем своих морпехов. Ой, Дельта-Квадронт. Че ж делать-то, а? В печали. Терпеть, терпеть, друг. Тут, конечно, зергом. Совсем не так приятно. Рэдди, рэдди. Ну а как ты относишься к самому факту деления призовых денег в финале? Ну, я знаю, ты сам делил, поэтому интересно, как. Я делил? Когда я это делил? Ну, проехали так. Если они делят, значит, игроки одного уровня. То есть, если они будут играть, то они будут играть не хуже, если бы они играли, чем за деньги. Может быть, даже лучше, потому что у них не будет давления со стороны морального, да, что они могут проиграть и не получить вообще ничего. То есть, может быть, даже зрители плюс, что они увидят лучшую игру от игроков. Вот. Все равно сливаться, там, играть шестые и пятые пулы никто не будет. Потому что это, как бы, и перед командой ты выставляешься, и перед фанатами. Это глупо. Ты все равно будешь играть на максимум. Тем более, это престиж, там, выигрываешь турнир, тебя там замечают, могут приложить лучший контракт. В другой команде могут позвать, там, на какой-нибудь турнир, дать тебе инвайт на какой-нибудь ТСЛ, ГСЛ, там, все, что угодно. Нормально. Смысл сливаться. У тебя, там, перемени подгорают, или что у тебя, там, такого срочного, что тебе нужно взять, быстро слиться с шестым пулом. А, ты про всякую историю? Не, не, нет. Просто, может быть, когда нет мотивации, в плане более существенного приза, может быть, все-таки, играть будут не так рьяно. Те же самые чизы, пулы, раши, они же, ну, из-за желания победить. Ну, и затяжные игры, вроде, тоже люди сильнее стараются, если... Не, шестый пул, это безысходность, что человек не видит вариантов... Переиграть? Да. То есть, шестые пулы, как правило, это либо степс, либо дельта. Гораздо реже это алс-темпл, потому что четыре респауна, и на кроссах это осталось. Вот. Кто-то вылетел, я думаю. Либо очень долго загрузка, либо вылетел. На середине ждали, до неприличия много. Нет, нет, нет. Может, Ваську написали, что хотят познакомиться? Там какая-нибудь Клава или Светка? Со смайликом. Тебе написали, нет? Такие спам-боты. А, да, это есть. Откапнулся человек, и калькулятор завис. Все. Ребят, что произошло? Я отходил на минутку, была же другая мапа. Нифига себе, ты на минутку отходил. Нет, та же самая мапа была, вторая, квадран-дельта. О боже, о боже, Димак играет в шестой пул, нет! Нет! Безысходность, говоришь? Да. Окей. И он еще угадывает с разведкой, поэтому... Просто лакер. Лакер. Но он не угадывает с респауном, потому что здесь тиран может заблочиться двумя бараками. А тиран не застраивается. В прошлой игре Джон не застраивался. Хотя это был скреп, и там рампа большая. Нет, вообще, если тиран не застраивается даже на скрепе, то... Ну как бы, если ты не застраиваешься, то... Не застраиваешься. Нет, на скрепе это нормально, потому что ты выходишь там на быстрый экспант, как выходил с Джо, и у тебя стенка перед... Все равно появляется вторая, а здесь ты не сделаешь вторую стенку, и стенка должна быть первая, единственная. И на всю жизнь. Четыре рабочих добывают минералов. Это такое... Дерзкие парни. Да. Но на ближних полях зато быстро очень добывают. Да. А почему он не заказал еще одного рабочего? Он же успел бы. Вообще успевают, скажу по секрету, семь рабов. Если заморочится зерк, напряжет свои пальчики и сделает двух экстрадронов, то там можно рашить не пятью рабами и сколько там, шесть, десятью псами, а семью рабами. Угадывает с разведкой Швед. Но оберлорд уже летит. Швед такой лагер, просто... Швед такой Швед. И поехали рабочие такие, у-ху-ху-ху. Смотри, сейчас будет у Шведа плюс суплай, плюс барак. Если Димага не поставит дрона в проход слева или справа, чтобы не поставил здание какое-то с Джо, то... А он не успеет? А он не успеет? А успел! Аааа! Да и что? Какая разница? А нет, стоп! Суплай можно успеть! Да, прогрызть. Суплай можно успеть, потому что Суплай мало хп. Ну не тупи, димага, алё! Да, он ест Суплай. Один, второй марик делается и минус ксм справа! Собаки грызут, 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 грызут! Суплай грызут три собаки, должны успеть. И... А нет, не успел, провал, ггвп... Да... Да... Это провал, друзья! Это 2-0! Неужели? Неужели так быстро? Гг! А всё так хорошо начиналось! Слушай, а может имеет смысл выводить второго рабочего, чтобы он мешал строить? Ммм... Вообще, да, то есть, димаги получаются, там есть... Хотя, там, так, четыре раба. Надо посмотреть! Надо тестить! Как говорят, надо тестить! Думаю, может и можно. Мэйби, мэйби. Ох... Нашел димагу. Плейнг и скаутинг? А, то есть, димага, понятно. То есть, это не застройки из-за того, что с Джоу он никогда не разведывает. То есть, это ещё тема помидора, когда он тебе писал на Касперском, после лоза с Джоу. Что этот? Этот щи? Он никогда не скаутит. Аж он написал, что да, он на дельта играет со скаутом. Лол, димага, это лол, говорит он. Ну, карта такая, что здесь единственный вариант димаги. Это шестой пул. It will be the same almost on all other maps. Металлополис. 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 Что же будет? Что же будет? Даже не знаю. Интересно. То есть, если там брать... Но я не помню, что было с Касперском здесь на Металлополисе. Я помню, были три слоны на Шукурасе. Это было бы круто. Но там димага потерпел. Так, нормально. Потому что там вроде мута не было. То есть, он играл чисто в масс-землю с инфесторами. И Металлополис там не видел. Под конец врубился. Но Металлополис это упущение на больших картах. Когда вас развалят постоянно. И вы задолбаетесь бегать псами, бейлингами. Да. Ну, то есть, получается, вас дропают за минералы мариков. Слоны пройти не могут за минералы. Или там стоит марик. Если там какие-нибудь глючные минералы с проходом. Вот. Марик блочит. Пока он блочит, марпехи я расстрелил через шифт дронов. То же самое с псами. Они тупят в проходе. И без мута вообще не выбить дроп. Если марики особенно грейженные. То есть обычно еще ладно, их можно как-нибудь разменять. Но грейженные марики, они убиваются только мутой. И только если они в медилаке. Ну, такой. О, ближний респаун. Да уж. Печалька. Неужели... Неужели... Троечку. Троечка от шведа. Экшн чизис. Экшн чизис. Это пацан, который на дримхаке дошел до четвертьфинала, играя шестым пулом. А, да? Вышел из группы с Люсофоном и еще кем-то хорошим игроком через шестой пул. Еще мудрился в четвертьфинале, играя с Тайлером. Ну, это один из лучших ТОСов Америки. Отжать у него карту. Через шестой пул. Я не знаю. Псих. Диман говорит, что это я не... Это не я, это... А Жо говорит, что он лучше пушил. Весли Цифрон была эпична. Посмотрел, кстати, эти игры? Просто мечтаю посмотреть эпичный шестой пул. Нет, конечно. Что там смотреть-то? Если Жо отметил эпичный шестой пул против Цифрона. Но, скорее всего, Жо просто как очевидец был. И наблюдался. Возможно. Непосредственно. Шведский ивент. Дримхак. Итак, счет 2-0. Как бы... И сейчас карта может стать последней. Тем более, респауны самые неудобные для Зерга. И музыка играет тервиновская. И револьвер за димагу не болеет. Поэтому все плохо. Ну как? Как не болеть? Свою... Кровинушку. Нет. Я думал, не кровинушку. У Зерков нет крови, у них слизь. Или, кстати, кровь есть. Да нет, вроде нету. Есть, конечно. Зергушата. Вспомни, как умирают. Точно. Да. Правда. Я понимаю, что ты стараешься забыть, как умирают Зергушата. Потому что этот сон тебя преследует уже. Запомнил мне. Тебе мне снова будут сниться. Мертвые Зергушата. Эти будут... Тут уже смотри, пошли две КСМ-ки, что бункер мы будем. О боже, бункер. И второй барак. Это психологическое давление такое жесткое. То есть даже он не застроит, а скорее всего он не застроит. Там Марик бежит, как он не застроит. Три КСМ-ки. Да ладно. Да ладно. Всех дронов. Димас. Димас, всех бери. Всех пацанов. Пацаны, выручайте. Эй-эй-эй, смотри, достраивай, достраивай, переключись. Не верит этого Димага. Беда. Недоконтроливает дронов. Ай-яй-яй-яй. Да ладно. Зачем он бьет бункер? Почему он не... Нет. Нет. Вообще, фишка в том, что если бункер будет битый, то КСМ вроде не могут в него сесть, пока не починят. Вроде бы. Да можно вручную нажать на R и починить. Вот. Демонтаж бункера еще успешнее, 100% возврата. Такая халява все-таки. 20 лимитов. Нет, все честно, все честно. Все шикарно у Димаги. Димаги. Если он сделает одну санку хотя бы. Одну санку, чтобы от него уже бегать. Но. Или кинет крик. О, давай, давай, яшево, яшево. Он завтыкал немного с Джоу и окружает великолепно Димага. Зажирает одного второго третьего лайка. Яссс. Я хочу, чтобы он по крайней мере две игры взял и чтобы... По потерям. Четыреста пятьдесят. Денис с Джоу. Сто семьдесят пять. МТВ. Димаги. И забегает внутрь. Можно нарезать еще ксмок. Целую пачку. Пачку ксмок нанесать. Да нет, это отдача на... Почти. Два желтых ксм было. Пусть они катались бы. Сбегал бы с собаками. Ничего мешало. Он катается отлично. Уже собаки окупились. Давай съешь красного. Красного съешь. Он бежит за ним. Давай. Один укус. Один укус и было бы счастье. Но нет. Что у Роучи? Он даже рабочих не строит. Это улын? Ах, майкер, майкер. Эээ, там улын идет. О боже. О нет. Майгадывал. Unbelieveable. Как же делать? Не проиграл за Магачева. Как он не отобьется с четырьмя рачами? Нет, конечно. Как нет? Почему нет? Возьмет рабочих. Вперед рабочий и все. Товаручий. Ручий. 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 Не будет контролировать по рачам. Давай, давай. А будет там бить каких-нибудь там ксм, то конечно он проиграет. Потому что... Давай, давай, давай. Рабочий вперед. Танкуем. Вывел всех рабов. Нормально, нормально, нормально. Марики убивают всех рабов просто. А так все нормально. Уводи рабов. Спасай. Уже отбился. Он тоже всех рабов потерял на самом деле. Скажу тебе по секрету. У него есть раб под названием мул. Что, ксм убей? Ксм убей, главное. Ой, 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 ой. Сейчас Ручий отдает зачем-то. Нормально. Нормально все равно, да. Нормально. Надо было просто поконтролить еще. Опа. Что там у нас по... У этого товарища, смотри, рабов дофига. 10 на 14, нормально. 10 на 14, на 4 барака и мулы. То есть здесь будут марики нон-стоп. А у Димаги сейчас будет такой период, когда... Да Роучи справятся с мариками. Нет. По деньгам не выгодно совсем. Еще три Роучи. Димага псих. Почему псих? Все нормально. Ну... Все надежно. Играет по-пацански. Это такая лол... Лол игра. Лол игра. Лол игра. Вот пошли рабочие от Димаги. Мулы сводовин. Димага... Опа. Что? И снова рабочий берет всех, блин. Да ладно. Да ладно. А тут снова Роучи, но снова нужно рабов выводить. Уж ну 8 причин, на 12 нарпехов. И есть еще 4 пса, они будут танковать лучше, чем рабочие. Это успех. Еще Роучи. Ха-ха-ха. И можно похит-он-дранить. Похит-он-дранить. Давай, давай, родной. Давай. Рабочих отстреливай. Ох, как он. Видишь, как стреляет. Ты видел? Ты увидел? А ты так умеешь вообще? Какой хит-он-дран? Какой контроль? Как божит Димага? И он начинает сражаться. Убивает рабочих. Убивает Мариков. О май гадабл. Это просто анбеливо. Я понял. Все. Димага вырулил. 34 лимита против 9. Джи-Ди пишет Джо. И это 2-1. Я тебя копировал. Ясс. Ясс. Блин, масса рачей. Там колоссы не справятся. Шесть колоссов? Там с одного залпа у всех рачей так вжик-вжик-вжик-вжик-вжик. Все. Нет рачей. Какие имморталы? Какие? Ямалайт импрувает, Майкер. Ты про квадран-дельта? Про блистринг. Это зерк на 30-й минуте играл миксом из рачегидры. Там были караптеры. Были. Но фишка-то в том, что вся земля упадет за минуту. Ой. За секунду. Вжик. Все. Заходи в игру. Я давно в игре. Я его создал. Я создал эту игру. Стари... Старище? Кто там? Ой. Кто там был-то? Главный. Главный босс. Ну, я забыл. Короче, я главный. Все. Macro Game Now. Hop Soul. Without Medivacs. No Muta, no Medivac. Кей, лол. Лол. Договорились. Насколько я понимаю, Терн абсолютно спокойно здесь без медваков сыграет технику и все. Да. Ну, Мута Вес, но Мула. Кто выиграет? Ну, Мута Вес, но Мула. Кто выиграет? Т.е. у него есть, как бы, козырь в виде Last Temple или Jungle Basin, как заключительная карта. Если он эту сольет. Я думаю, здесь он тоже будет таланить через морпехов. Но у него есть, как бы, бонусная карта. Он стример, hard to restart. Сейчас он закомбечит две игры и еще раз шестой пол сольет, предполагают товарищи. Посадить можно, нажав на бункер и L. Пишет геймер из Самары. Красавчик. Так. Вот так вот. Alright. Вроде готовы. Go. Ready. А с Джоу ждем. Ready. Go, go, go. Все. Поехали. Пошел. Флут. Гэл. 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 HPE, GG, spineFull. Гэл боус. Гэлхп револьвер даже написал. Я ставил свои две копейки. Пометил, да, значит? Да, пометил территорию. Это маяк с аунага. Здесь мои пещеры, поняли? Черт, Димага покидает игру. Такое сегодня происходит довольно часто уже. Вы загрузил посланетом. Титер? Как-то узнал? В натуре. я ее создал может 2 на 2 сыграете по кончанию финальная точка все дела разводят разводят да что-то нынче мало андедов в топе хотелось бы почаще смотреть с ними игры андедов действительно мало в топе сейчас точнее 0 уже сорок спешит после топа нет ничего нету пацаны все а стоп есть андер в топе есть есть андер в топе угадай кто щас скажу щас скажу чаще щас подожди 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 это у нас не знаю это рейдж хавалайн великий андет топ-1 андет россии гроза просто гроза шел троллить револьвер нет серьезно еще еще не 1200 ты можешь пока свой костюм то тролли снять не это что мне нужно уже собирал там дорогу я уже тут на сумках сижу мне уже пора на охоту клыки начистил не на самом деле хавалайн как бы неплохо играет насколько я знаю хороший такой чувак правда не видел ни одной ни одной его игры но по слухам говорят что он тащит вообще я думаю на вцг как будет там если вцг вообще будет по варкрафту как я не знаешь будет или нет не знаю кстати может к вцг и увидим кто у нас там а ты придешь на отборочные вцг по питерах варкрафты естественно михаил как я бы не прийти 5 зиверн своих строить будешь конечно стараюсь газончику и довольно пойду дальше по своим делам отличный план по сердечки тут рисует какие они клёвые ты не знаешь код сердечка кстати сердечка давай научимся их сердечки рисовать это галочка галочка налево и тройка это как вообще к галочка на левые тройка вот такая кстати меня нет в игре это фэйл ты ее вроде создавал в прошлый раз короче смотри и тогда заходи за на стрим там задержка маленькая графика ты оценишь отличная да да кто-нибудь знает а в этот карцанский код называется да сердечко я могу конечно попробовать прогуглить но думаю что у нас есть знающие люди так вот на чем я остановился на чем ты остановился я уже и сам не помню ну ладно все оставили все мы начинаем с чистого листа так у нас будет новая тема для разговора называется что будет делать димага на карте пещеры пещеры Радить гривнага да вот драготчает у нас хату пул хату пул а но пол пол был поздний 15 то есть Альпус 3 Да мы уже здесь, да Давай, давай, чтобы тебя не пустили в следующую игру Молодец какой, красавчик Не пустит тебя Во, я могу квадраты ставить Вот такой вот квадрат С тобой сам X7 заговорил, смотри 254 Ответь ему Что он спросил-то? Вуд Вуд? Вуд? Вот так, нига Пусть гадает Короче, по игре, давайте, смотрим Здесь, во-первых, Роуч Варен Здесь, во-вторых, Барак Факта И, в-третьих, всего один ГАЗ То есть... Барак Факта Ой-ой-ой, реактор, это геленами он будет ездить, развлекать, да? Ну да, Димага, типа, угадал с Роуч Вареном Очень сильно угадал То есть, посмотрев Димаги, он уже не видел И вот сейчас увидит, или нет, или это не Димага Он не видел, потому что, что реактор есть, и просто слепую сыграл Угу, угу Через Роуч Варен, если бы там была пехота, то Димагу бы отжали, на самом деле Вот Если бы там была Банша, Димагу также бы отжали Чё-то пишешь Я смотрю, какие коды у нас Стрелочка вниз 255 Так, перелёт, ТЦ-шка, всё, здесь Димага увидел Понял, сигнал принял Здесь будет Алэн с Роучами на Димаге Без вариантов он здесь такое очень любит На Кселнаге особенно Настроить кучу врачей Ну, это хорошо сыграет, это вообще Это очень хорошо сыграет Без вариантов То есть, там даже Только сейчас Тихлаба пошла Без вариантов? Ну, есть, конечно, варианты, что это будет Тихлаба Будет там Массбункера без разведки Да Ну, там Гелионы поехали Кстати, Гелионы разминулись с врачами Очень интересно получилось А вот Вайтра Димага увидел Кстати, смотри, Димага-то Петра Бобов заказал Петра Бобов? Петра Бобов И, Роучи, пошли, пошли, Роучи Застреляй по этому Посыплай, да Хорошо можно пострелять Опаньки, там бункера нету Можно КСМ-ку убить Убей КСМ-ку Пью, последний выстрел Там две КСМ-ки Одна другую чинит Минус одна КСМ-ка Пью Бункер достроился Да что же ты будешь делать-то? Пугасные снаряды, мародеры уже не продавить Что делать? Масс рабов? Лэйр быстро, да? Так, по-хорошему можно пару санок Патнуть, чтобы они продавили с мародерами То есть Димага не знает Сколько там бараков Там может быть еще плюс два барака Либо санки, либо выйти в фаст муту И мута будет очень жестко Это все контрить Потому что там не будет вообще антиэйра Никакого Потому что это уже ясно будет микс Из гильонов и мародеров Другая вопрос Сколько там будет пехоты Вот И Ну, любой микс пехоты Без стимпака Или Когда мало морпехов Контрит Мутариски Угу Мало морпехов То есть Пачка муты И зарешает Ну Скоро выйдет Пачка муты И зарешает Понятно Что ты смотришь? Какие рабы? Посмотри лучше Что делать с Джо У себя А У тебя продакшен есть Ну ладно В общем Главная тема Что сейчас нету у нас Танков и CG-мода То есть По-хорошему С Джо мог Не заниматься этой фигней Поставить Вторую факту И на массе танков Пойтись танками И убить Потому что Димага Если бы стал играть врачей То Димага сразу выводит рабов Так пугается Так пугается Не бейте меня Не бейте меня Пожалейте Нет 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 Так пугается Димага Такой тролль Там тригелеона Справа заезжала По миникарте Он видимо Понял что Просто это я сказал Пугается Димага Ты видел вообще Димага Как он может пугаться С Джо в очках Маленький такой Шведик Димага такой Двухметровый качок Ты понял короче да Да Это просто Это тонко Троллисимо Короче говоря У Димаги Нет ничего В продакшене Кроме рабочих Там и Опаньки А там армори пошла Армори Что делать Они же договорились Играть без муты Почему он строит Этих Торов Этих самых Третья хата пошла Третья хата Где то на мэне А почему зергу Зерг не ставит Третью нычку Потому что еще не время Тайминг третьей хаты Это 10-12 минут Ну 12-13 Это крайнее уже время Такое нежелательное Но возможно Если вы ожидаете Там выхода Со стимпаком Или сторонними танками Вот Потому что у вас там До этого времени Просто не будут Раскачаны обе базы Не натурал Так там Сиджмод Стимпак Все грейды Торы Ну хорошо что делает Торов у нас сейчас С Джоу То есть у него будет Меньше танков И микс Из линга рачей Будет гораздо эффективнее Там будет Сбейлинг мута Посмотри Ну окей Посмотри Если там От скайпами Вроде нет Нету От скайпами Это очень хорошо То есть сейчас Димага может Пойди увидите Вот эту хрень Что там Нетатского пламени И продолжить Строить Маслингов С трех ад С бейлингами И просто делать Такой микс С добавлением С добавлением Пара инфесторов Было бы очень эффективно На самом деле Он точно уже Инфесторов Не будет делать Потому что Газа у него не хватит На то и на другое На третье Не, не сейчас Не сейчас Потом Сейчас у него Цель это сделать Матарисков Хотя бы немного Чтобы разведать Увидит Тора Стопнуть Производство Матарисков Полностью То есть там Где-то будет Пять штук Пять-шесть Максимум Уже семь Ну Действительно важно Главное Что он увидит Тора Сейчас ЦЦ Третий ставит Жоу Да И перестанет строиться И дальше Соответственно Нужно думать Как убивать Все остальное Без муты Ну хорошо Что жоу играет Пассивно Что он не хорстит Димагу То есть Там не делать Ни дропов Ни разводов Потому что Мута была очень поздно На 12 минуте Если был какой-нибудь Дроп из морпехов С первым стимпаком То димагу Могли на мейне Очень жестко Наказать Потому что Вся армия У него Где-то В центре карты Пока он возвращается Но к потерянному Квену дронов И было бы Все очень плохо Вот а так Жоу дал ему Прохалявить Ого сейчас Муту Смотри встречают Пью-пью Ну и все Сразу нужно Как он отвечает 20-ю псами на это Еще 10 рабочих Под заказ А где эволюшн Сейчас нужно Отменять Крейт нафиг На муту Это плюс 1 Заставить там Пару эволюшнов Но вообще Тора Это как бы Может быть Техника То есть Сейчас как бы Димаги нужно Увидеть Количество пехоты То есть Мутой полетать Увидеть Что там Чисто пехота Он увидит Он увидит ЦЦ Кстати Он увидел Краем глаза ЦЦ Летающую Сейчас Гелеонов Может пострелять Немножко Против такого Микса Из гелеонов И пехоты Вообще Идеально рулит Микс из инфесторов И собак Особенно Когда нет адского пламя Даже когда есть адское пламя Инфесторы могут решать За термикозу Убивая всех гелеонов Ну просто танков Становится меньше У тирана Когда он добавляет Гелеонов Неплохо Кстати Смотри Мута подрезает Извини что перебил Так Продолжай Ну вот Там получается Меньше танков Инфесторы могут Спокойно подбегать Пока они Перераскладываются Там подъезжают Танки Будто спокойно Инфесторы могут Подбежать Не кидать микозов И там все Умирает За два микоза Са пехота Откидывается За три Откидываются Все гелеоны За четыре Умирают уже Там Мародеры Вот 50 псов Было в заказе И кажется Сейчас Димага Будет атаковать Пока не появилась Планетарная крепость Очень хороший Тайминг 150 лимита На 144 Печалька Печалька Наламывается Димага У биллингов Тут Давай наламывайся Давай срочно Столько биллингов 500 Ой нормально Нормально Взрывает Отлично Тора правда Не убил И подкрепа нет И минус Сам это Катились конечно Ну вот Там планетарка Там Да Денег Посмотри Сколько у Димаги 1400 на 1200 Вот так вот Да Печалька Так Он делает Ямозы Развители Что я и говорил То есть Димага должен Уходить в микс Из чистых псов Инфесторов Он делает Очень поздно Вот Сейчас он делает Гриду на собак Гриду на инфесторов И в принципе Еще можно Отковыряться Если Сжоу Даст время Димаги Настрой Вот Там уже Если будет Два инфестора С микозом То уже Откинется Большая часть Пехоты Большая То есть там Умирает Может За 15 За 20 Мариков За два микоза Вот А там Танки И Тора В чистом поле Против собак Вообще никак Вот Жалко 74 собаки В заказе Извините Что перебил Просто хотел На этом Отметить Внимание Кажется Собирается Димага Забегать Вокруг Сенсорной Вышки На мейн Очень хороший Проход Получается Сенсорная Вышка Все равно Достает А нет О Оббегает Очень грамотно Там правда Бейлинги Бейлингов Делает Бейлинги Это ошибка Если бы он Сделал Восемь инфесторов С маной То он мог И Торов Законтролить Чтобы они Постеряли По танкам По пехоте И Пехоту законтрить И все что угодно И в обход В обход В обход Блин Просто Бейлинги Это размен А димаги Размен Вообще Невыгодные Когда у него Просто Меньше Бас Кажется Прочитал Сейчас Да Зелонага Увидел Все это Дело А понял Очень много Бейлингов Взрывается В никуда Пытается Димага Немного Выиграть Времени Не веря То есть Это вся Пехота То есть Эту пехоту Убить можно Только инфесторами Только инфесторами Причем Инфесторами Убивается Там на 1-2 Оп-оп И фото Умирает То есть Там под Крипом Инфесторы С такой скоростью Вырываются Что там Церан просто Не успевает Убить стимпак И отбежать Тем более Развести Там моментальные Микозы Потому что Намикоз Не надо В плотную Подбегать К марикам Там Саранжа Кидается Отлично Все Все умирает Жхайф готов Делается Грейд 2-2 И делается Пещера ультралисков Но не доживешь Кажется Вот Планетарку Взрывает Димага Взорвал Все планетарку Но он Не отобьется Кажется Просто Если отобьется То Ой-ой-ой Рабочий 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 Столько Рабов В стейке Все минус Буквально За несколько Секунд Стойка Да Или Митл Или Рабов Главное Что Солото Выбил И сейчас По идее Димага Бейлингами Может Отковыряться Если хорошо Закатиться Там будут Гулые Жоу ее нету Пока что Оп Там забежали Забежали Собаки Смотри Развлекают Разводят На несколько Нет Собаки Немного Не туда Зря вниз Надо было Наверх Наверх На нычку На мейн Можно забежать Хотя Зачем Было бы шикарно Вот он как раз Развлекает И заставляет Человека Со стимпаком У него Медваков Не хватает Он весь битый Кстати Танки остались Без прикрытия Можно было попробовать Как думаешь Халявные танки Димаги Димага Первые три ультралиско Делаются Наивные собаки Самые Самые отверженные Герои Посмертные Посмедальки дадут Посмотреть По лимиту Какая фигня творится 180 на Где-то 110 120 Да Сколько 110 Ну вот Тайминг Че Вот здесь Не хватает Вообще Инфесторов Просто Жутко Не хватает Даже Садимага Настроит Кучу Там ультралов Марпехами С хорошим контролем Ультралов Контролется Без проблем Без Инфесторов Там Нечего делать Вообще Должен быть Именно микс С инфесторами Тем более Что у тебя есть Халявный Инфестришн пип Который По-любому Строишь И сделать Одного Инфестора Который Будет Копить Ману Потом У него Будет Почти Три Микоза То есть Там Десять Мана Это Два По Семь Десять Кать И еще Пятьдесят Это Очень Понеслась Если Бейлинги Взорвутся Хорошо То Может Что-то Из этого Получится Хотя Нет Справа Пехота Жива И Все В общем Димага Раскладывается Вот В этом Проблема Что Бейлингов Нужна Очень Жаский Контроль Чтобы То есть По Несликим Сторонам Ты Офигеешь Контроль Бейлингов Как Правило Все Укатывается В одну Сторону И Отдается Вот Микоз Микоз Тираны Уже Научились За Полгода Контор Из Пехоты Против Бейлингов Это Баян То есть Хорошего Тирана Закатом Бейлингов Ты Не Удивишь Как Правило Они Не Стыкают И С Раскладыванием Танков Что Они Успевают Как Правило Это Сделать Вовремя Сведят Крип Убивают Все Даже Без Крип Как Правило Вкатывают Изерги На Крипе Как Правило Тиран Доминирует Если Нет Доминации То Тиран На Крип Не Вылазит Вот Ну И Только Микос Остается Как Гапша Тиран Мне Прям Страшно Смотреть На Это Там Планетарку Защищают Мари 77 На 150 Да 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 Ну Славное Это Мясо Блин Какие Славные Вообще Мясо И Выбивает Последнюю Базу Вадим Маги У него Конечно Нычка Рабочий Экспанд Еще Ханахаел Димулы Собирает В общем Это Грустно Ультралиски Конечно 4-2 Такие Серьезные Инфестору Главная фишка Что они Остаются Они Накидают Микос Убьют Пехоту И в отличие От Бейлингов Они останутся С вами Они будут Вас согревать Своим Теплом Их Продаешь Что ли Будут радовать Вас Темными Вечерами Как будто Ты менеджер По продажам Этих Блин Инфесторов Да Их можно Гладить Один Продается В комплекте С Инфестор Тернами Если я хочу Сразу Купить Два Инфестора У меня будет Скидка Третий Бесплатно Отлично Третий Будет С маной Печалька 90 лимита Против 186 И идет Последнюю Атаку Димага Ультралиски Конечно Вырываются Очень клевая Игра С инсом На металлополисе GG Там Наглядно Показаны Инфесторы Рулят Могу Я кстати Выложить Там Где-то На 42 Минуты Столько Мяса Было Но там Такие Микозы Там Дестеремита Умирала В микозах Там Шикарно Все было Ну Вот Закономерный В принципе Исход Потому Что Рачи Такие Рачи Беда Ладно Да Ну что Друзья Уже Почти Что 12 Часов Ночи Завтра Тяжелый День Завтра Понедельник Читаем Комментарии Прощаемся И спать Так Вопрос Знаем ли мы Что с адвокатом Ты знаешь Что с адвокатом Работает Говорит Женя Передумал Возвращаться В Starcraft 2 Ну а так С Рокстами Дружит Вообще Я видел Что Поддерживает Связь Около 3к Пойнтов Адвоката 3к Пойнтов У него Женя Ты в курсе Что у него 3к Пойнтов Чего Короче он играет В высшей лиге И где-то На 20 месте Я сейчас это проверю На самом деле Это не сложно Троллис Как тонко Однак 3 3 3 299 3 299 И какое-то место 15-е наверное Где? Ну в высшей лиге Нет Второе Второе? Да Второе место Высшей лиге Так же высоко Как и Помидор Например Или браток? Не Ну у него Не лига У него дивизион Слабенький Ну конечно Дивизион Слабенький Естественно Ну у него тут Вообще Наноимые одни Никого нет Только Роттердам Но Роттердам А Помидор Говорит Я сейчас С Демагой Буду играть Ты спать Ты тоже И мы Помидор Демага? А где они будут играть? Адвокат Говорит Поигрывает А где вы будете Играть? Можно постримить? Может еще Какой турнир? Ладно Делаю стоп-старт